В целом, наверное, Gambit для меня лично здесь были фаворитами, но в целом последнее время, конечно, не самая хорошая от них игра, стабильная, скажем так. Но вот опять же, на DreamHack в Марселе показали очень хорошую игру. Обыграли Cloud9, вышли в полуфинал, правда без шансов там отлетели от Na'Vi, но в целом Gambit ощущение такое, что потихонечку набирает свою форму. Ну вот Nors, конечно, своим выбором Dasta 2 удивили. Это, знаешь, вот как мы смотрели матч буквально позавчера Na'Vi против Liquid. Ну там вот Na'Vi показали на Dust, что за счет чего они могут выигрывать, и показали в целом хорошую игру, но Dust проиграли, да. Здесь вот, мне кажется, похожая ситуация, то есть пикают эту карту Nors, и здесь вот Gambit должны просто показать, что опыт и понимание Dust, безусловно, на их стороне. Ну, готовы, по идее, ребята. Не знаю, Dust, с одной стороны, вот ты грамотно сказал, что это, наверное, хороший шанс для старичков из серии DoSya, да, который круто всегда отыгрывал на Dust, и принимал там Long, например, успешно. D.U.C., да, колоссальный опыт за Na'Vi, например. Да все, на самом деле, все там, возможно, кроме Хоббита, да, потому что он самый молодой игрок, и он, ну, в любом случае в Казахстане отыграл на своем каком-то уровне Dust тоже довольно много. Ладно, первые арморы у нас у команды защиты. Ребята решили встать, даем на центре 1b, даем на ланге. Z.I.C. пока что отдают, хотя чекает Merz. Ну и медленный раунд, в отличие от Trane, тут никаких Rush от Gambit. Ну, два игрока в медле, у Norse, и отлетает уже Eazy. Как-то Adrien прям очень жестко настрелял. Выход будет поздний в коробку, Кьярби забирает Adrien. Это произошло в медле, MSL в коробке делает минус по Моу, и тут преимущество, которое было у Gambit, рассыпается моментально. Ребята заходят через Ziggs с бомбой, D.U.C. открывается на лонг. Очень важный минус сейчас он сделал по MSL. Хоббит также делает фраг по Merz, и теперь уже Кьярби с Вальдемаром против троих. Кьярби отлетает, Вальда выходит Ziggs, это ретейк один против трех игроков команды Gambit. Будет очень тяжело, Вальдемар ставит хэдшот по DOS, но Хоббит отвечает. Хорошее начало, пистолетка в активе у команды Gambit. Медленный розыгрыш, неплохо сыграли Gambit, причем заставили в какой-то момент Norse самих подставляться, и перестрелки все выиграли. Но посмотрим, к чему готовы теперь Norse ввиду проигрыша пистолетного. Сейчас в любом случае нужно, ну или Форд хороший показывает со Скаутом, да, как-то часто бывает на Дасте. Кстати, Скаут, наверное, вернулся, потому что на Дасте, мне кажется, как нигде можно показывать свою стрельбу из этой винтовки, да. Ну и вот он в руках Моу, моментально Вальде падает на центре, пытался Вальдемар вычислить тест-паун, но не тут-то было, Моу к этому готов. Длину заняли Gambit, слышат, кстати, игроки защиты, которые проходят на пальме, и вот прочекает ли Моу спину. У него все-таки Скаут, Маком закрылся он. Возвращается, кстати, на лонг сейчас Дося, коктейль Молотова, а и Михаил подставляется, горят. Ой, зачем же он потушил? То есть можно было просто туда или сюда выйти, но в любом случае, по-моему, в никуда. Банка от МСЛ, на старте два человека, атакует сейчас Ланга, Адрен засел за Мерседесом и разваливает как Ярби, так и МСЛ. Эйзи один против пятерых. 2-0 за Gambit. Ну, пока вот уверенная игра от Gambit, опять же, понимание того, что нужно делать в тех или иных раундах, просматривается у Gambit. Все очень четко двигаются, перекрывают необходимые зоны и, в общем-то, в целом хорошее начало для Gambit. Взяли пистолетку, отыграли антифорс раунд, ну и сейчас, судя по всему, будет пуш медла с ХАЕшками. Хоббит с фармганом, возможно, ворвется как раз-таки на центр карты. Нет, это просто Зиг, Gambit довольно агрессивно играет в этом раунде. Мерс на спуске, неплохо он тут поработал, сделал фраг по Хоббиту, МОУ ответил по Кьярбаю. Ну и должны Gambit здесь заходить с гранатами просто на Аплент, но мы видим, что умудряется команда Норс все-таки делать, откусывать немножко денег у Gambit. И в итоге Вальдемар отжал калашку. Было бы неплохо его засейвить, наверное, уже в ситуации 3 в 1. Вальда здесь просто не отпускают. Мог засейвить, все-таки через мясо куда-то побежать, но почему-то решил стреляться. Мясо, друзья, это нижняя Т-шка, нижняя Темка. Думаешь, кто-то не знает? Конечно. Армия миллионная 12-летних юных геймеров, которые только сегодня подключились к игру. А как тебе название «Суицид»? Это где? Вот, видишь? Ты тоже не знаешь. Ну где-то прыжок там, где можно разбиться на Дасте. Нет, это вот здесь вот эта позиция. Вот это вот ты падаешь и бежишь, вот это Суицид. Темка, типа. Да, да. Темка, которую мы называем всю жизнь Темкой. Десятка. Ц-58. Ну да, десятка на самом деле, да. А это 7. МОУ идет по 7. Ну это, да, это я знаю. Выход через Зигзаг от команды Гамбит, по идее, готовится. Хотя они заняли просто эту точку. Ждет у нас Сист любого, кто готов проверять сапплента Зигзаг. Но довольно аккуратная игра от команды Норс. Кстати, мне их диффенс нравится. Они отталкиваются вначале от длины. И Зиг только чекает. Вот только сейчас МСЛ понимает, что это Зиг. Откидывает флешку. И тут Нерц может сделать минус, но МСЛ-то его ослепил. В ответ откидывают Гамбит и гранаты. И плент А занят. Можно ставить бомбу. И, конечно же, брать такой раунд. Вот здесь самым важным игроком является Моу, который работает сейчас в центре. Он и длину принимает, и врыв на центр. И потом еще будет обходить, скорее всего, своих соперников. Ну да, но дело в том, что ретейк идет 3 через Респ, 2 через Лонг. Вальда делает Хоббит. Минус по Хоббиту. Сист отвечает по МСЛ-у. И Моу теперь уже слишком далеко. Ну да, просто тут еще дело в том, что позиционка была у Норс именно такой, что они... Ой. А щипчиков-то нет. Коктейль Молотова горит. Щипчиков-то нет. Ой. А, все-таки не догорает у нас Вальда. И времени, по идее, хватает для того, чтобы затащить тот раунд. Ну да, Вальд успевает. Ну 4 в 1, прикинь? На самом деле тоненько-тоненько. 2 секунды. Если бы как-то удалось забрать Вальда, все. Скорее всего, ничего бы не получилось сейчас у ребят. Но в любом случае, они молодцы. Это раунд для команды Норс. И самое главное, почти все выжили. И это некий шанс, мне кажется, для северян. Но в любом случае, хороший байт Гамбит. Они круто отыгрывали на своих антиэкономических раундах. АВП от Моу. 4 Калашникова. И снова аккуратная игра. Хотя вот Моу решил воспользоваться хорошим спауном. Ребята выходят на лонг. Моу. Нет, все-таки уходит назад. Ну, кстати, за счет того, что Моу не выпустил оппонентов на длину. И сейчас Норс вынуждены отойти и поменять модель своего диффенса. Только один игрок остается на лонге. С АВП это Мерц как раз-таки играет на машине. Ну и Гамбит получили под свой контроль длину. Также есть, в общем-то, позиции 2 в медле. И можно сделать сплит классический. Выход на плент через лонг и зигзаг. Ну и тут уже вопрос будет в том, как они поработают с Мерцом. Смотри, оп, Молик на машину. Оп. Никуда Молик. Ну и тут же Мерц открывается на Моу. Нет поддержки у Рустема. И получается, что уже у нас преимущество у Морс. Ой-ой-ой, Хоббит. Как не идет стрельба на зиге. Благо Адрен помогает. Выходит дальше. Переселивает МСЛ. И все-таки битва за зигзаг выиграна. И длина идет. В принципе, зажать апплент можно довольно неплохо. За испанским ящиком находится у нас снайпер. Сист раскатывает эйзи. Погибает все-таки Мерц. И Вальде один против двоих. Сейчас на КТ-спауне откидывает каешку. Сист, правда, уходит на спуск. И Вальде, в принципе, может перестать Дениса Костина. А на размене Дося пока что сыграть не может. Но Дося в яме. У Вальде очень тяжелая ситуация. Но как же не имя Дося. Хотя все-таки затыкал своего соперника. И ресет экономики сейчас у Норс. Мы видим, что опять же, да, тренер работает во время фристайма. А вообще, что на трене, что сейчас команда Норс выглядит потерянными. Вот честно. Вот такими, знаешь, вот ребятами, которые перепуганные. Вот на них напал какой-то зверь. И начинает их топтать. И они не знают, что делать. Ну, пока что выглядит все таким образом. Но опять же, гамбиты делают неплохой дефолт. И не получается у Норсов демонстрировать крутую защиту. Но вот Мерц неплохо реализовал свой скаут, согласитесь. Два минуса. На пальме погибает один, второй, третий. Дося не ожидал никак. Пуш и Сист с Хоббитом попробует сейчас затащить. Очень важный раунд. Это экономический от команды Норс. Точнее, форс. И если гамбиты справляются, тогда в следующем Норсы будут сливать. А если нет, тогда этот раунд может перевернуть. И сход событий на Дасте будет совсем другим. Хоббит вышел на бэплент, но бомбы нет. Один в два. Ну, Сист там пытался под коробкой справиться с двумя оппонентами. В итоге МСЛ хороший тайминг для себя словил. Пришел с коробки и сделал фраг по Денису. Хоббит уходит в длинный забег. Пойдет он через лонг. Собственно, выход в итоге будет через коробку. Знаешь, МСЛ может даже не ждать здесь Хоббита на самом-то деле. Мне нравится этот мув от Абая. Очень широкий получается. И смотри, Вальдемар смотрит мидл, а МСЛ, по-моему, смотрит просто респаун. Да. Но сейчас он меняет свой угол обзора немножечко. И это, в общем-то, может быть шанс для Хоббита. Вот, нет, все-таки МСЛ понимает, что уже слишком долго не появлялся Хоббит. И, возможно, это длина. В итоге капитан команды, вот повтор, кстати, от Мерса. Тут прострел, тут же выпад на мидл. Ой-ой-ой, какой прострел второй, смотрите. Какой-то нелегальный вообще. Вот она реализация скаута на Дасте втором. Ну, мы будем часто видеть подобные фраги. Говорю, на Дасте это девайс, который решает, реально решает. Если там на Кобле он частично иногда помогал, ну, на всех остальных тоже, то именно на Дасте самое большое количество фрагов, если брать именно скаут, сделано. Сид, тем временем, уже на Зиге. Очень мало раскидов здесь у Гамбит. Но они, опять же, отталкиваются от контроля карты. Центр заняли, Зиг заняли. И отдают все эти позиции важные игроки команды Норс. Сейчас Гамбитам нужно очень грамотно просто вместе выйти или на плент Б. Или на Тучка. Ну, мне кажется, исходя из количества банок, все-таки это выход на центр, да. Коктейль стандартный, точнее, Смок стандартный, флешка должна сейчас полететь. Но тут два человека броняют миддл. И выйти будет тяжело. Сист проверяет миддл, Кьярби наказывает, а соперника уходит назад. Прилетает флешка, ему слепот тиммейтов. Кстати, непонятно, зачем Кьярби открывался в Смок, очень рисковал. Тут такая очень тонкая дуэль. И, мне кажется, ситуация не вынуждала его. Ну, там два на центре было, понимаешь, с другой стороны. То есть, может быть, он пытался на размене сыграть. Если он бы погиб, тогда выходил бы Эйзи, по-моему. Ну, там Пастенко, да, был с другой стороны Эйзи. Ну, и в итоге вот Гамбит не отказывается от миддла. Моу уже фокусит респ. Кьярби здесь у него позиция просматривает. Нет смока. Да, нет смока, это самая большая проблема. Здесь только на стрельбу можно выйти нормально. Ну, в смысле, вариантов больше нет. Замечает только, что Моу обоих соперников. Дойса неплохо прикрывает. Кьярби падает, выход на б-плэнд. Но тут Вальде, знатная позиция. Да и в тупиках сидит Эйзи. Шансов выйти на б практически нет. Вальде забирает Адрена. И команда Норс берет третий раунд. А вот теперь экономическая команда Гамбит. И выход на временную ничью от северян. Да, Доси там хорошо подстраховал Моу. Но, опять же, мы видим, что в итоге Норс нормально отыграли по позициям. И сделали все необходимые минуса. Так, ну эко сейчас у Гамбит, да. Да, блоки по 250-е. Без ничего, без флешек, без арморов. Максимум, который, наверное, Гамбит попробует сделать, это какие-то киллы. И было бы, наверное, неплохо. Занимает все Зиг через пальму. Кьярби. Ошибается. Мой медальный размен. Эмочка должна появиться в активе. Эйзи пытается вызвать свою Эмку. Его тут затыкал Моу. Подбирает Эмку в ответ. Пытается отойти. Калашников от Вальда не сработал. Два девайса у команды Гамбит и розыгрыш 3 на 3. Да, неплохо. Для Эка, в общем-то, довольно неплохо. Там Кьярби прибегает на Зиг. И такое ощущение, что просто не ждет этого Куша. Уже не первый раз он не готов к таким дуэлям. Так, ну и что у нас от Хоббита и Моу? Есть 2 Эмки. Правда, арморов нет. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, Бомба идет на Зиг. Будет также выход от Моу через Лонг. Дуэль с МСЛ. Его предстоит. Ну и тут сейчас Хоббит уже показался. Да, он спровоцировал МСЛ поменять позицию. Это как раз-таки шанс теперь открыться для Моу. Моу понимает, что на машине может быть оппонент. Вальда забирает Хоббита. Это было на Зиге. Да, Хоббит появился там в медле. Ну и теперь Моу понимает, что надо поменять позицию, уйти за бомбой и все-таки попробовать доиграть этот раунд. Сделать какие-то минуса прежде всего. Они стихи экономический дэмэдж. Ну, здесь 2 игрока действуют в медле у Норс и, в общем-то, справляются с Моу. Ну, у Гамбит неплохой дефолт. Они нам его не раз показывали. Сейчас снова бай. Должны, опять же, занимать свой любимый мидл. Контроль Зиг Норса. Дают играть в команде Гамбит в этом направлении. Тут, опять же, с выходами беда у команды Гамбит небольшая. То есть, когда доходят уже до точки, нужно очень хорошо, грамотно выйти. Ставят паузу. МСЛ будут общаться. Дополнительные 30 секунд игроки. Команды Норс. Может быть, стоит ожидать какого-то пуша. Ну, вряд ли. Опять же, МСЛ будет рассказывать про то, как дефолт отыгрывать. Потому что дефолт они уже играли много раз. А вот какая-то фишечка может быть появится в активе Норс. Мне кажется, что взяли тайм-аут, знаешь, просто для того, чтобы какой-то контр сделать. Контр какую-то тактику. То есть, видимо, понимают, что сейчас будут делать Гамбит. И смотрим, прежде всего, на расположение в защите от Норс. Что они там сейчас как раз-таки обсуждали. Может быть, там планы на несколько раундов. Есть АВП у Мерца. Три игрока бежат в сторону Аплента. Два на Б. Ну и вот быстрый выход, судя по всему, от Гамбит. Там Молик. Его никто, по-моему, не потушил. Только сейчас. Это ГМСЛ как-то криво выходит вместе с Киарби. И что это такое, ребята? Что это такое? Не хватило какой-то флешки. А это вообще фейк. То есть, выход на длину, выход на Б практически с одинаковым таймингом. Ну и на длине киллы, понятное дело, ребята с Б перетянулись. И на Б никого для команды Гамбит нет. Бомба ставится, конечно же. И задача теперь грамотно убить оставшихся игроков команды Норс. Да, Сиз просто ждет. Но в коробку вряд ли пойдут. Будут сейвить в Яме. И тут нужно дождаться сейчас, пока конструкция подойдет. И Адран как раз-таки будет запирать. А если туда-сюда ходят, он догадывается, что все-таки должны остаться некоторые ребята на ланге. Откидывает смог. Ну и Сиз ждет, конечно, но вряд ли кто-то подставится. Хотя позиция хорошая. Если Эйзи все-таки рискнет обходить сейчас под синий, тогда, по идее, Сиз его должен заметить. Вот он Эйзи. Но Эйзи не рискует. Надо сейчас втроем просто через коробку ворваться, накидать флешки через верх и втроем вылететь отсюда и просто расстрелять оставшихся игроков. Вот они гранаты. Полетели банки. Флешка на яму. Эйзи не слепой. Разваливает одного-второго. А тем временем Моу заскатывает Мерса. Пытается прижать Эйзи. И все-таки минус Эйзи. Ну, большой кровью отделались гамбиты. Хотя они выбили все-таки авик-эмку. Тут еще вопрос, что там по деньгам у гамбит. У гамбит должны быть калаши, по идее. Вот тут флешки не хватило, конечно, команде Норс. МСЛ, кстати, сам ослеп от чего-то. Так видно было, как он закрывал глаза. Очень кривой выход вообще был от них. Ну, пистолеты на ВП от Эйзи. И команда гамбит может все-таки зацепиться снова за этот раунд и за счет целым. И лидировать, взяв и шестой, и седьмой. Потому что потом нас ждет экономический. Это что, раш на Б? Да. Три человека, да, выходят на точку. Вальда моментально падает. Эйзи реализовывает АВП, но забирает всего лишь одного Хоббита. Мерц пытается поджать спину. Замечает Моу, который промахивает Асавика. Моу нужно жить. Наверное, стоит отойти из тэшки и просить помощи. Моу ошибается, но Дося прикрывает эту позицию. Мерц падает. Кьярби пытается реализовать Дезерт Игл. Четно. Кьярби один в три. И инфа по нему есть. 6-4 для Гамбит. Такое вот решение. Запушить Б-плэнд. Хоббит вообще летел с фармганом. Прибегает Кьярби в мидл на перестрелку. Здесь его пережимает Адрен. Сейчас экономический будет от Норс. Ну и выходят вперед. Гамбит могут уже набирать преимущество по деньгам. А что же Норс, интересно, на паузе обсуждали? Что, Нилонг будет занимать? Что Норс обсуждали на паузе? Трудно сказать. Ну, типа, занятие длины, это как бы стандарт. Они делали дефолт, да, я согласен. То есть, опять пуш-бес, что ли? Может быть, они обсуждали что-то уже опосля. То есть, что мы будем делать после того, как займем по стандартному лонг? Опосля будем скрести по сусекам. Что, собственно, и происходит. Хотя Юспы там сусеков было мало. Вообще, да, сусеков не было. Два АВП в атаке, два фармгана у Гамбит. Концептуальный бай. Но я так понимаю, он сохранился там, АВИК сохранился еще с прошлого раунда. Ну, и сейчас Сист погиб с АВП. Я думаю, что все равно в конечном итоге останется только один снайпер у команды Гамбит. Абсолютно нет смысла играть два АВП в атаке. Ну, на Дасте так точно пока. И тут, в общем-то, все под контролем у команды Гамбит. Дося влетает в мидл, фармит по Мерцу. Также Хоббит фарм по Эйзи. Ну, и Адрен делает минус по МСЛ. Отбиваются кулачки. Гамбит начинает потихонечку показывать уверенность. На Дасте в атаке уже 7-4. Хоббит улыбается. Ну, а Эйв смурной. Смурной? Да. Смурной Эйв. Так как смурфик, только смурной. Пробегают у нас игроки защиты на плен Б. Точно так же длину пытаются занять игроки команды Норс. Вставляется на старте только что МСЛ. Хадрен промакивается с АВИКом, достойный дигл просто разваливает МСЛ. Но вот дальше, наверное, не стоило идти. Все-таки киллы, а точнее один килл уже был у ребят. И можно было сохранять это преимущество и пытаться разыграть раунд. Зиг занимает стандартно игроки команды Гамбит. Выходят, тут теряют тайминги, если честно, Норсы. Потому что уже в Зиге и уже на пленте игроки из нашего СНГшного коллектива. Ну и бомбу можно установить. Однако нужно справиться с Кьярби, который играет на спуске. И Мерцу удалось забрать Хоббита. Бомба выпала вниз. Это провал. Бомба снизу на Дасте. Такое тащить крайне тяжело. Моу разбирает Кьярби. Остается 1-3. Но опять же, в степени уже Эйзи. Раунд для команды Норс. И тут, с одной стороны, Аден Крут сыграл в начале, да? А вот потом, наверное, не нужно было лезть. Ну там вроде с ним был Денис. И я так понимаю, расчет был все равно на то, что Денис разменяет. А Адрен-то знал, что чел прошел в яму. Он видел его изначально. Ну, опять, знаешь, вот это мне не покидает это ощущение. Гамбит начинает играться со своими оппонентами. Знаешь, уже вот чересчур агрессивно, чересчур… Оп, ну что, такие перестрелки на центре, в ВК-18. Это смешно просто, серьезно. Норс вот это… То есть, вообще, перестрелка в медле, сабика, вот эта вот классическая, это по факту, это перестрелка 50 на 50. Да, это рандом. То есть, тебе… Ты просто в начале раунда берешь и рискуешь абсолютно непонятно, зачем подкидываешь монетку. Может, выиграешь, может, нет. Ну тут Гамбит тоже получили раннее преимущество 5 в 3. В итоге его разбазарили, сейчас уже 3 в 3. Ну, видно, что команды обе не готовы еще к дасту. Мы видели даст от Астралис, мы видели даст от Ликвид Нави. Слушай, ну как не готовы? Ты видишь, в каком темпе они играют? Тут же вопрос даже не готовы к готовы, а темп… Ну вот, прям чересчур быстро, агрессивно. И вот эта вот перестрелка от Норса в медле вообще непонятно, зачем была. Киарви, коктейль Молотова. Горит у нас игрок датского коллектива на зиге. Моу замечает тень Киарви и моментально щелкает Моу. Снайпер команды Гамбит падает, Адранти временем в зиге и один на ланге. Чему же безразмена действует команда Гамбит? Ну, мне кажется, все-таки не готовы в первую очередь, потому что слишком просто обе команды играют. Хоббит, в конце концов, один против троих, пытается забрать игрока на Апленте. Киарви дает инфу, 30 хп, коктейль Молотова, но опять же Киарви просто уйдет поглубже и сыграет более сейвово. Прилетает Смог, Хоббит не видит оппонента, а вот Смог неточный, и МСЛ, возможно, заберет Хоббита, который на шифте попробует пробегать. 20 секунд до конца, Хоббит на машине, собственно, так Плэнт и не заметил. МСЛ промахивается, Киарви до сих пор живет и открывается, и пикает Хоббита. 7-6 и денег у команды Гамбит нет. Вот эта перестрелка, причем через ножку. Не, или тот попал, по идее, в ножку. Ну вот, странный очень раунд, честно говоря, вот Гамбит. В итоге они сейчас будут диотека, нет? Это Форс? Это очень опасное решение. Форс сейчас и Форс на последнем раунде, по идее. Да. То есть они могут проиграть со счетом 8-7 пользу команды Норс. Ну посмотрим. Занимает пока что верхнюю темку, уходит в нижнюю и действует быстро через мидл. Сиз уже пробежал, дает инфу по КТ-спауну, прилетает смок. Киарви отсекается, и нужно было, наверное, нашивать этот смок. Сиз раскалывает Эйзи, Киарви врывается, погибает от Моу. Ситуация 3-5, и теперь уже команде Норс, возможно, стоит задуматься о сейве. Флешка, Мерц пытается через КТ, Вальде в тупиках, Мерц забирает Досю. Сиз падает на плент, но, возможно, ему сейчас прилетит какая-то хаешка у Вальде. Есть юспик, но Моу забирает соперника, но при этом сколько же времени выиграли. И тут МСЛ, ключевой игрок, который крадется через темку. Адрен, правда, забирает Мерц, МСЛ вышел, минус бомба, и Адрен. Размен от Даурена. В итоге 8 раундов команды Гамбит, это минимальная победа. И последний в первой половине у вас на экранах. В итоге Норс, Плит, Пуш, Б даже не держат, видишь? Ну и то, что даже просто банально не смогли совладать с этими ЦЗшками, которые просто пушат. Притом побежали на Б, накидали гранат, изобразили выход именно на эту позицию прежде всего. А потом был поздний выход в мидл, еще и при этом кривой смог, не самый удачный. Мерц перестреливается с АВП в центре карты. Ну и мы видим, что ЦЗ выигрывает эту перестрелку. Адрену совсем чуть-чуть не хватает. И Вальта каким-то чудом делает два минуса в упоре на Б. Ну как же так? Опять вот, смотри, минута 30, уже ситуация 2 в 3. Вот я, понимаешь, ты говоришь, готовы-не готовы, тут темп игры такой. То есть они просто играют, носятся по карте. Притом носятся, эти носятся, и видимо, я имею в виду Гамбит, и видимо еще и при этом провоцируют Норс на какие-то вот такие дикие, абсолютно ненужные перестрелки в мидле. 2 на 3. Досев стоит у нас в нижней, чекает Зигзаг. Тем временем Сист с АВП попробует вычислить мидл, прикрыть как-то Михаила Столярова. И все-таки если удастся пройти на мясной ящик и пойти на Аплент, тогда у команды Гамбит появляется хороший шанс. Но опять же, нужно делать это немножко быстрее, пока ребята из команды Норс не проверили верхнюю тэшку. Они как раз-таки сейчас ее чекают, понимают, что под Б вроде как никто не пойдет, и, соответственно, игрок на центре может уходить на Аплента. Дося по таймингам смотрел тэшечку, но все-таки время приходит, и нужно ее бросать. Выход на центр, Сист моментально умирает, Кьярби 1 на 1 с Досей на мидле. Дося справляется, выход на точку Б через мидл, но вот она спина. МСЛ делает свой минус. 8-7 для команды Гамбиты Спортс. Они победили, но как-то много раундов взяли северяне за КТ, если честно. И тут пистолетка, первый бай могут сразу же огромное преимущество отдать тем же Норс. Ну или Гамбитов. Я бы сказал, что Гамбит больше отдали раундов, чем Норс взяли. Ну, конечно. Так и на трейне было то же самое. Да, да. И здесь вот, понимая то, в каком ключе могут играть Норс в атаке, как это было на трейне, здесь Гамбит нужно чуть больше терпения, чем обычно. И, не знаю, выбирать более сейфовые варианты розыгрыша в том или ином моменте. И стараться не форсировать события, а просто взять и добрать то, что им, в общем-то, принадлежит. Взять и взять. Просто взять и взять. Совсем скоро начинается у нас уже вторая половина. MSL на стиле. Что, с кепкой? Кепка Нью-Йорк. Кстати, головные уборы, например, запрещены на ESL. Но, видимо, на DreamHack нет такого правила. Заметил, да? Да, заметил. Ну, так он сидел без головного убора. Так, а лысеющий он постоянно любит носить шапку. Шапку. А на ESL шапка запрещена. Причем у него шапка NTC команды бразильской. Так они там все в этих шмотках NTC. И у Coldzera есть, и у Ferra есть. У всех. Рекламируют. А NTC, это, я так понял, бренд FNX вообще изначально. То есть это бренд одежды именно, который сами, видимо, дизайнерят ребята из Бразилии. Ну что, молодцы. Молодцы. Притринчивые киберспортсмены. Смотрим. Ребята, у нас, кстати, тактическая пауза в пистолетном раунде. Ты когда-нибудь такое видел? То есть не хватило перерыва и заколил только что MSL тайм-аут. Пообщались. И посмотрим, к чему придут. Дым и флешка от MSL. Идут под B игроки команды NOS. И просто пушат эту позицию. Хоббит проходит за дальний. Правда, ловит хэдшот. 24 хп жить пытается до конца. В тупиках отыгрывает Адрен. Не очень удачно. Выпад от Моу. Как же не идет по стрельбе у команды Gambit. Они все попадают в тушку. И наконец-таки хэдшоты залетают. Адсис приходит на помощь. И благо хоббиты Адрен пожили до конца. Но при этом Эйзи уработал просто двоих в окне. Только что остается один на один с Досей. И у него есть понимание, где находится последний оппонент. Эйзи сделал квадрокиллы. Возможно, это будет Эйз. И очень красивый Эйз. Если все-таки Эйзи этот раунд затащит. Но Дося на ближнем ящике не дает ему тащить. Эйзи заметил Михаила. Выходит. Ну тут просто война каких-то таймингов. Война кто кого. Эйзи заметил только что корпус. Вырыв на Досю. И хэдшот. Только хэдшот может спасти Эйзи в этой ситуации. Но Дося сыграл увереннее. И берет пистолетный раунд. Вот перерыв, тайм-аут и просто раш на Б. Это в стиле команды. Это в стиле команды Нур. Зарплата 333 786 долларов в неделю. И просто такие гениальные тактики. Лучшая тактика. Я вообще никогда ничего подобного не видел на Дасте. Это невероятно. Тренер команды. Мозговой штурм, не знаю, работа по всем фронтам. И просто лучшее решение. Раш Б. Красиво. Стоят у нас. В итоге Гамбит еще и могли проиграть этот раунд. При том, что очень не везло, как одним и другим. МСЛ делает фраг по Досе. Решили здесь Норс сделать форсбай с одним АК. И, в общем-то, это АК, который, я так понял, Айзи дропнул МСЛ. Капитан команды уже делает Н3 фраг. Четыре в пять. Гамбиты. Поджали тэшку. Хоббит. Разбирает Гярби. Ну, вот он абсолютно не ожидает террорский спаун. Ну, и моментально его забирают четыре игрока команды Норс. Моу принимает инфу, играет в окне. Попадает по корпусу, но теряет сам львиную долю своего ХП. Отыгрывает дальше в окошке. Ловит все-таки МСЛ, а пробивает он как раз Кевальда. И это все-таки шанс. Но Сист без флешки, без ничего почему-то пошел. Хотя, конечно, нужно было как-то вместе скооперироваться с Адерном. И на ровном месте. Команда Гамбит отдает раунд. Слишком агрессивно решили сыграть Гамбиты в этой ситуации. И Норсы их в который раз наказывают. И качели. Такие же качели были у нас на трейне. Да. И может быть все повторится. Я не понимаю людей, пишут Гамбит домой или Норс. Вы сами ничего не добились. И пишите полную брехню. Люди, прекращайте писать брехню в чат. Хватит уже этим заниматься. Пишите только позитивные мысли. И позитивный посыл. Давайте всегда позитивный. Должны в любом случае. Приходите на шашлыки завтра. Сей не организовывай шашлыки. Приходите. Не боли, не боли. Знаете, сколько придет сейчас народу эти шашлыки? Мяса не хватит. Так вы сказали, приходи на шашлыки со своим мясом. Прикинь каждый в кулечке таком целлофановом по 300 грамм. Да, да, заваринованный. Но тогда с углями тоже. Хоббит перенимает сейчас нижнюю темку. Ну а команда Норс решила просто выйти на бэплэнд. Ситуация 2 в 4. Тем временем поджимает Хоббит Т-спаун. По идее сейвить должны сейчас свои вторые арморы. В первую очередь игроки команды Гамбит. Тут уже ничего не светит. Выбить с пистолетами бэплэнд нереально. Ну и важно засейвить. Кстати, Хоббит пытается обойти через Т-спаун. Но Эйзи, конечно, с такими таймингами понимает, что в принципе такой расклад возможен. Хоббит замечает Эйзи и тоже уходит. Потому что тут в перестрелке, скорее всего, фаворитом окажется игрок с АК-47. Адрен наказывает, кстати, к Ярби, который ошибается на центре. Адрен, правда, не удается взять сейчас девайс. Сейвится на бусте. Ну и пока живет. Кстати, мне вчера идея такая пришла в голову. Как можно модернизировать даст? Вот, например, лесенка на бусте. Чтобы игрок защиты сам мог туда залазить. На бусте где? Ну вот на бусте на ящике, чтобы можно было самому залазить. Медле? Нет, ну вот буст, Адрен. Точка, буст. Тут, например, добавить лестницу маленькую. Ну да. Тогда игрок сам мог залазить. Хорошо, а что еще? Типа того. Прострел из 1.6 зига, помнишь? Снизу... С тест-пауна, да, такой незаконный. Ну, я так понял, вообще прострелы с текстуры... Вообще, почему-то в CSGO прострелы не используются. Хотя в 1.6... Ну, понятное дело, что в 1.6 это были все нелегальные прострелы, да? Там через толстые стены. Но в CSGO можно какие-то деревянные, например, конструкции добавить. В тех или иных местах, чтобы они шились. Тогда это будет как-то легализовано. Ну, вообще, даст... Не знаю, как по мне, карта такая... В ней как бы тут нечего добавлять, как по мне. Я не знаю, что ты здесь можешь добавить. Ну, говорили о том, что надо убрать крышу в БТ-шке, чтобы можно было раскидывать на Б больше. Но, опять же, это дичь. Ну, то есть, не знаю, карта... Просто сама по себе карта, она настолько... Ну, избалансирована и в целом стара, что здесь, мне кажется, ты ничего особо так и не поменяешь. То есть, ну, вот то, что ты лесенку предложил на буст, это, в общем-то, неплохая идея. Так, выход у нас от Норс с плитом на базу А. Вот, Гамбит делали эко, и теперь сейчас будут закупаться. Сейчас мы посмотрим, что там по деньгам. Будет ли вообще АВП, это вопрос. Потому что АВК нужен в обороне, конечно, безусловно. Моу хороший снайпер, и нужно здесь реализовывать его потенциал. Это факт, но, по-моему, снайперской винтовки нет. Откидывают сейчас стандартные баночки игроки защиты, делают все, чтобы их не прошивал снайпер. Это Мерц. Он себя пока что показывает, ну, так средненько, мне кажется. Хотя вот со скаута минусы он сделал гениальные. И, собственно, этот раунд, возможно, зарешает, в конце концов, на карте ДАС-2. Лидируют Норсы в одно очко, но это преимущество довольно шаткое. И, конечно, Гамбиты могут попытаться сейчас сломать. В любом случае, попробуют. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Адрен получает немножко дэмэджа на центре. Контроль карты от команды Норс. Причем диффенс, если честно, у команды Гамбит не совсем стандартный. Яма просто прячется, игрок на гусе прячется. И зика не полностью отдают. И вот Адрену ни в коем случае тут погибать не нужно было. Тем более, что пассивно играет СИЗД. И все играют очень пассивно на своих точках. А вот Адрен как-то решил загулять. В меньшинстве, с эмками, без откидки, без диффузов, ребятам из команды Гамбит нужно брать дат раунд. Это очень тяжело. Норс перетягивается на Б. И тут Хоббит отдает точку. Да, то есть уже, я так понимаю, что Гамбит держит в уме ретейк. Б планта. А какой ретейк без гранат? Может быть даже не ретейка. Это просто сейв. Это может не быть. Да, это сейв. Это угадывание. Попытка угадать как-то, не знаю, хотя шансов немного. СИЗД откидывает МСЛ, а причем флешечка. Вот под нее должен был Хоббит сейчас сыграть. Но флешка ослепила, судя по всему, и Хоббита. Или там враги накидали банки в ответ. И в итоге комбинация разрушилась. Уходят на сейв, ребята, из команды Гамбита. Это 11-9. Да, вот насчет Адрен, конечно, ты тут прав. Не стоило до Урену открываться. Нужно было играть, конечно, пассивно, учитывая то, в каком ключе играли в целом игроки команды Гамбит. Ну, какая задумка была на раунд. Ну, и сейчас Норс возьмут 11-й. Ну, вот она уже игра Норс в атаке. Все-таки Гамбит надо как-то подумать, как они будут останавливать эту атаку. Что вообще делать с диффенсом? Как обороняться? Ну, пока те дасты, которые я вижу, чаще, конечно, доминирует атака. И мне кажется, что это логично. Ну, то есть диффенс всегда испытывал определенные проблемы. Но вот после 1-6 в CSGO я заметил, что все-таки в защите берут больше раундов. Ну, вот на этом новом дасте как-то, как мне кажется, атака все-таки имеет больше вариантов. Ну, в смысле, не на новом дасте, а почему-то именно на обновленном дасте атака набирает больше раундов. Ну, по крайней мере, в тех матчах, которые я видел. Это, знаешь, вот такой классический 1-6. Да я, на самом деле, опять же, поклонник большой 1-6 этого старого даста. Поэтому мне тоже кажется, что грамотная атака в любом случае тут должна набирать много раундов. Вот никак. Но, опять же, грамотная атака, которая знает базовые какие-то вещи. Выход от команды Норс через лонг. Контроль сейчас. Яга откидывают коктейлями Молотова. Игроки атаки плент Аму прячутся. МСЛ догадывается, что в нычке находится оппонент. Правда, Моу выдерживает хороший тайминг. Прилетает флешка, раскатывает МСЛа. Ну и открывает свою позицию. Теперь нужно принимать, естественно, Эйзи, который не справляется. Моу, это было очень важно. Теперь 5 в 2. Хоть АВП и МК в руках атаки. Но затащить раунд будет очень тяжело. Все зависит, конечно же, от Мерца и от Кьярби. Но у команды Гамбит есть маленький козырь. Это Хоббит, который выходит на лонг. Погибает, однако снайпера разбирает все тот же Моу. И Досе перекрывает вижен. Кьярби падает. Бомба будет раздефужена. Как же четко Моу вырубил снайпера из МК. АВП контролил Аплент, но Моу и ему раздал. Вот она. Чемпионская улыбка. Чемпионская, да, согласен. Но хорошо он сыграл, и здесь уже Норс не дочекали. Как бы ящик, да, который был на... Ну тут даже не то, чтобы дочекать. Надо всегда понимать, что там может быть игровка. И надо играть сейвово. То есть занимать гуся и прятаться. Но ни в коем случае вот в этой позиции не стоять. Это факт. И, кстати, это была Эко с тремя застеленными девайсами. То есть два игрока вообще не докупали ничего. Быстрый выход. Быстрый выход, да, на мидл от Норс. И, по-моему, кто-то пропустил вообще окно. Хотя заметили, сейчас в Альде прилетает. Очень неприятная флешка. Под нее действует. Конечно же, МСЛ разваливает. Адрина погибает Хоббит. И однозначно нужно снова сейвить ребятам из команды Гамбит. Хорошее решение. Интересное от Норс. Не смогли здесь Гамбит законтрить этот такой сплит-выход на Б-плэнд в ранних таймингах. Опять же, атака зафейлила смог. Как мы помним, Гамбит фейлили смог. Вот этот вот на КТ. Точно так же и здесь Норс тоже его не попали. Но, опять же, это их не смутило. Они зашли в итоге хорошим качественным сплитом. И вся работа была сделана через окно и через дверь. Флешечка через верх. Опять же, все было очень-очень грамотно со стороны Норс. Это 12-й раунд. Ресет экономики для Гамбит. Ну, вроде как удастся сохранить им три своих девайса. Бомба взрывается. Ну и здесь Гамбит, наверное, надо форсить. Может, стоило, конечно, Норсом сейчас пытаться искать. Все-таки, если бы грамотно сумели вычислить своих соперников, тогда вообще оставляли бы без денег, без девайсов команду Гамбиты. Выходили бы на финишную прямую. Энди только что нам показали. По-моему, тренер команды Гамбит уже знатно переживает. Видит, что как-то играет не по тому сценарию, который он вырисовал перед матчем. И тут нужен характер. Нужно показывать ребятам из команды Гамбит, что они могут затащить этот бой. Два под Б. Ой-ой-ой. Моу стреляется с тест-пауном. Не попадает соперника. Ну и, собственно, Мерц тоже отпускает своего визави. Моу стоит с авиком. На центре. Пытается перестелять сейчас в пуст. Никаких разменов, ничего. Просто готовят платформу для выхода последующей игроки команды Норс. Ну, один под Лангом, один под Б, три в Зиге. Ну, сейчас все идеально. Просто нужно грамотно теперь воспользоваться банками игрокам команды Норс. Ну, и только неждально хорошая игра может выручить Гамбитов. В частности, Сист, капитан команды, может быть, расконтролит. Хотя вот откинул Смог, контролит выход, но не подставляется никто. И Смог скоро развеется. Нужно будет менять свое месторасположение и уходить назад. Да, ну и учитывая то, что там Адрен на длине, он должен, в общем-то, слонга будет с машины саппортить своему. А, это Моу. Простите, Моу. Как раз таки, да, Адрен, по-моему. Он сейчас находится вообще на Б. Так, Молик. Тирашиваю от Гамбит, я так понимаю. Ну, это будет заход 5 Зиг. Сизду надо, наверное, морозиться просто здесь на гусье. Туда полетит ему сейчас Молотов. Работа от Моу. Вроде и среагировал, но в итоге его перестреляли Хоббит. Делает также фраг по Айзи Сист. Включается, делает один минус. Делает третий минус. Киарби один против троих. Сизд! Make some noise! Отыграл на гусье капитан команды. Причем без каких-либо гранат. Его зажимали со всех сторон, но он не дался оппоненту. Еще и выжил. Браво, Денис Костин. В последнее время улучшил он свой уровень игры. Помним мы все те неудачи, которые преследовали в какой-то момент Сизда. Но все это уже в прошлом. И Денис показывает очень хороший и качественный КС. Дося на старте. Рядом с ним Сизд. Ребята заняли лонг. Откидут стандартные банки. Айзи зайти пока что в коробку не может. Ну и один из принципиальных раундов. Если гамбиты возьмут 12, тогда возможно выйдут вперед. Потому что деньги имеют свойство заканчиваться. И Норса будут скорее всего играть экономический раунд уже в следующем. Но опять же, это в будущем. Сейчас нужно тащить. Опять то же самое от команды Норс. Опять зигзаг. В этот раз Моу на зиге. Все-таки флешечка не дала ему сделать свой минус. И он уходит в глубокий дефенс. Линейка стандартная от команды Гамбит. С последующим выбиванием плента А. А дефолт у Норса похоже на то, что играет 1b, 1 лонг и 3 зиг. Ну вот, это такой дефолт. Но если Норс сейчас прочитает, что мидл нужно идти, тогда это будет, конечно, хорошее решение. Хотя Сиз, в принципе, поможет на центре. Почему хорошее решение от Норс, если там как раз укрепление мидла? Вот как раз хорошее решение в данном случае просматривается от них. Это зиг, потому что там на А никого нет. Да. И начинается заход. Так, ювелирный молик от МСЛ. Ювелирных 2 молика. Ну как же так не отрезать здесь снайпера? Ну вот поздние флешки прилетают. Моу в итоге сделал свою работу. Фраг по МСЛ. ОХЭшечка сейчас полетит на плент. Сиз уже фокусит платформу. Перестреливается с Вальдемаром. Тот выигрывает дуэль. 20 секунд до конца раунда. Пакет устанавливается. Ритейк с двумя АВП. На самом деле будет непростой у Гамбит. Длина пока что стоит. Ждет выхода через коробку. Но в любом случае нужно будет потом откидывать флешки и занимать через КТ спаун и лонг. Хоббит проверяет мидл. Спину очень неприятно будет заходить, скорее всего, Эйзи. И опять же тут нужен грамотный тайминг. Эйзи начинает действовать. Выходит на центре. Пока что никого не видит. С Вальда отыгрывает прекрасно на флэнте. Хоббит, кстати, Эйзи дождался. Но и Дося один на один. Кярби или Дося. Бомба трещит. Бомба хорошая. Дося откидывает гранату. Но, по-моему, тут без шансов. Дося делает имитацию дефуза. И Эйзи его сбривает. Даже если бы Дося выиграл эту перестрелку, времени у него не хватило бы. Раунд для команды Норс. И вот теперь в плане денег все, по-моему, плохо. Нужно смотреть, сколько девайсов будет у ребят. Вот он, мой мент с Вальдой, который топит и раскатывает двоих. Тут и Дося мог тоже умирать. А ВП от Моу все остальные играют с пистолетами. Это такое эко, типа, с авиком. Эко с авиком, но тут и засейвить надо обязательно. Да. Сист поджимает нижнюю Т-шку. Три игрока под Бо Норс. Два игрока глубоко в медле. Один на суициде. А второй перед коробкой. Сист в итоге открывается. Но сейчас будет выход на него. Тут, возможно, кстати, одного с ним нет. Нет, все-таки Массель четко здесь действует. Тут же откидывает флешечку. Ну и Моу все еще свой авик не показал. Вот сейчас его увидел Мерц. Моу надо уже уходить, наверное, на лонг и думать над сейвом. Похоже на то, что Норс пойдет в мидл в конечном итоге. Может быть, на Б даже сплит Б через мидл. Минута до конца у Норс есть все шансы взять 14-й раунд. Мерц откидывает флешку на лонге. Одна, вторая. Хоббет разваливает МСЛ. А ситуация 3-4. Минус Моу. Все-таки нужно было придумать какую-то тактику, которая спасала бы Моу в любом случае. Во-первых, подавик. Во-вторых, чтобы он мог засейвить. То есть он должен стоять где-то на центре или под бе вдалеке. Потому что сейчас придется играть с эмками, скорее всего, но без АВП. Это большая проблема. Возможно, был бы резон сыграть Моу вообще со скаутом. То есть пытаться так. Тогда бы и сейчас был хороший бай. И, в принципе, сейвить не нужно было бы скаут. Однозначно, Моу с Фамасом и СЗшечкой от Сизда, друзья. Это тот раунд, который, возможно, сделает команду Норс победителем. Все-таки на карте ДАЗ-2. Напоминаю, трейн взяли гамбиты. Да, пока что выигрывают Норсы. Ну и, возможно, нас ждет третья решающая. Вальде в Тэшке. Играет пока что за ящиком. Ты, кстати, знал, что этот ящик, например, у команды HellRazers когда-то назывался Сеня? Какой ящик? Там, где Вальде стоит, единичка вот этот. Да? Да. Я когда-то удивился. Правда, это давно было еще, когда ДАЗ был в кс-бот другой. Ну, потому что ты сидел там постоянно, занимался грязными делами своими под б-плентом. И люрковал, и выходил в спину, ловил тайминги. Грязный игрок Сеня. Скажи еще раз. Грязный игрок Сеня. Через Сик выходят ребята из команды Норс. Но тут Сизд и Моу решили вдвоем сыграть. Сделали минусы, адры на центре. Вот большой проблемой, конечно, как у Na'Vi, например, там часто Симпл погибал против Ликви, так и тут погибает один из лучших игроков команды Гамбит. Не могут они просто так безнаказанно проходить вот эту область на центре. Ну и Терры используют ворота на все 100%. Ну и Вальде, собственно, на этой грязной позиции готов забирать Хоббита. Минус игрок команды Гамбит. Кстати, не было предпосылок к поджиму б-плента. Да, не нужно было сжать, конечно. Вообще непонятно, чем обусловлено решение. Вообще, сжать одному в такой ситуации на 3 это очень трудно. Но при этом Моу круто отыгрывает под флешку Досина, но делает один минус. Досия с Юмпой получил инфу. Играет под спуском. Кстати, Моу, по-моему, даже под свою флешку действовала. Да. Потому что Досия был где-то возле Темки. Ну и 5 секунд. Было бы неплохо забрать сейчас бомбу. Бомба ставится за высоким ящиком. Врыв от Досии погибает Михаил Столяров. Мерц делает свой минус. И теперь все очень плохо для Гамбит. Ну, 4 маппоинта у Норс. А что это за зуб нарисован на стене, ты видел? А, там типа стоматологическая клиника. Ясно, понятно. Так, ну что там? Не самый хороший закуп у Гамбит. ЦЗшки, Юмпы, Скаут. Выход на Лонг от Норс. Сюда 2 ХЕшки прилетает. Не так, кстати, много урона. Там Мейзи больше выгреб. Ну и Вальдо делает минус по Моу. Сиз со Скаутом не может здесь пока включиться. Откидывает также молотов. Три игрока на длине у команды Гамбит. Сейчас все они пытаются сделать контр-выпад. В итоге МСЛ просто пушит Лонг. Делает еще фраг по Сизду. Досия отвечает. И теперь уже команда Норс может просто перегруппироваться. Зайти на другой плент. Хобби делает минус по Кьярби. Поджав мидл, Вальдо отвечает по Хоббиту. Дося с Адреном против Вальдо, Мерца и Эйзи. Которые уже выходят на Досия. При этом Досия. Отдают они, конечно, точку Б. Тут смог еще и на центре. Досия играет аккуратно. Понимает, что врываться быстро, наверное, не стоит. Ждет пока Адрен сделает какие-то решения. Но Адрен при этом на машине. Почему-то ребята думали, что, может быть, на А пойдут соперники. Хотя, понятное дело, Норсы четко прочитали сейчас. Как открытую книгу Гамбит. И прекрасно вышли на точку Б безнаказанными. Смог ворота. Да, еще и банки имеются у ребят из Норс. При этом Мэз двумя флешками. Может быть, будет откидывать сейчас банально ворота. И Адрен словит эту флешу Досия. При этом диффузами борода. Адрен пытается сейчас подворваться. И моментально падает. Что один, что второй. 16-11. Дорогие зрители. Это победа команды Норс на карте. Даст 2. Увы, пока что у СНГшного коллектива не получается. Нави плохо отыграли на Дасте. Проиграли. Гамбиты проиграли. Хотя казалось бы, да, Даст всегда был одной самой.